Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заговаривается Это свиные сердца уже отваренные Можете это сделать на свой вкус Можно добавить немного лаврового листа Немного душистого перца, тимьяна А долго варить их? Около трех часов нужно варить свиное сердце Для того, чтобы оно стало мягким Я попрошу тебя нарезать его крупными кусочками Какие нужны еще ингредиенты? Сливочное масло Тоже пойдет в фарш из сердца Желатин, уже замоченный В воде комнатной температуры Вы помните, что нельзя использовать горячую воду Иначе он заварится Это бульон от самого сердца Мы будем добавлять его по столовой ложке Для того, чтобы достичь нужной консистенции Фарша Прошу Мы будем перемалывать сердце Быстро, качественно, до нужной консистенции Мы просто включаем И кухонная машина работает за нас Нам нужно такое, как пюре, да? Да Масло 100 граммов Здесь важно, чтобы вы вынули из холодильника Где-то примерно за полчаса Час до готовки Потому что она нам нужна в мягком состоянии Настя, вот я на вас смотрю и думаю Наверное, ваш муж с первого взгляда в вас влюбился Мы познакомились на вступительных экзаменах И пять лет просидели бок о бок за одной партой Вы ему давали списывать Я ему давала списывать А он за меня чертил Когда из подруги вы в любимую все-таки превратились? Ну, наверное, в какой-то момент он понял Что ему не очень приятно слушать мои рассказы про жениху Молодец, мудрая женщина Сейчас я размягчаю немного желатина на сковородке Можно буквально чуть-чуть долить бульончика Ну да, вы же помните, что ни в коем случае нельзя доводить его до кипения Иначе все, испортится и не будет желировать А вот что бы вы здесь натерли? Сыр Прекрасно О, уже начинает вживаться в рецепт А на какую? На мелкую, на крупную? Ну, я думаю, на крупную достаточно Все равно будет плавиться, наверное И вот яйца Тоже на терку? Тоже на терку Это желатин, вы видите, он растворился Я добавляю его к сердцу А теперь я буду по одной столовой ложке добавлять бульон Ну, кстати, желатин делает свое дело То есть я в данном случае добавил одну столовую ложку жидкости А вы смотрите, как будет вести себя ваше сердце Интересно, Стасу понравится это блюдо или нет Наверняка же было какое-то блюдо, которым изначально вы покорили его сердце Это что было? На первом свидании я ему приготовила салат оливье Ну, а как же без оливье? Это же не Новый год, стри Фарш готов Напоминает издалека еще не протертый печеночный паштет Но мы не будем протирать, поскольку нам нужно, наоборот, чтобы была более грубая текстура Она лучше будет между собой связываться Сейчас будем формировать рулет Можем складывать начинку и перемешивать Надя, а я доверю тебе очень важное задание Нарезать оливки поперек Станислав уже видит, из каких ингредиентов мы готовим Как вы думаете, вкусно будет? С сердцем еще не имели дело, тем более с слиным Но готовы поэкспериментировать Я добавлю также семечки, поджаренные одну столовую ложку И грецкий орех, чуть-чуть поджаренный, перебитый, можно ножом Можно использовать кухонную машину Тоже идет туда Сейчас суховато выглядит, да? Рассыпчато как-то для начинки У меня есть секретные ингредиенты Это панировочные сухари Добавляем 3 ложки примерно 50 грамм Они должны быть из белого хлеба Потому что если вы возьмете из серого хлеба То будет кисловатый привкус, а может даже появиться горчинка И последний ингредиент Как раз вот он придаст нашей начинке мягкую текстуру, приятный сливочный вкус И соединит все остальные ингредиенты между собой Это сметана Берите сметану не менее 20% жирности Настя, самое сложное А вот йогурт, например, подойдет для этих целей? Йогурт подойдет, конечно Тогда просто нужно регулировать количество Потому что он более жидкий Для того, чтобы начинка не растекалась Надюша, если можно, нарежь или раздави мелко один зубчик чеснока Он тоже у нас пойдет в начинку Вы можете использовать дома индюшинные сердца Куриные, понятно, говяжьи То есть в принципе все супродукты, которые можно купить в магазине Хочу напомнить фишку, которую мы иногда используем, когда работаем с фаршем Нужно набрать сюда холодной воды И вот я буду смачивать ложку для того, чтобы она не прилипала к фаршу Откуда у тебя этот рецепт, Сережа? Пришел к друзьям Они, скажем так, люди небогатые И вот именно у них я попробовал этот рулет И, честно говоря, был удивлен Я попросил рецепт И дома сам его готовил И даже немного усовершенствовал Настя, 11 лет вы вместе со Станиславом Со студенческой поры А теперь вы чем занимаетесь? Он стал архитектором, дизайнером интерьеров Я осталась в альмаматор преподавать архитектурные дисциплины И несколько лет я посвятила преподаванию Потом ушла и занялась написанием статей для различных интернет-ресурсов, издательств Я взял доску для того, чтобы удобнее было сворачивать рулет Поскольку мы будем сейчас его заворачивать в пленку Смотри, видишь, как Настюша другой стороной оливки-то ставит Так, теперь что? Собственно, выкладываем начинку Только по центру? Оставляя края или полностью? Все попытаться вровень закрыть Есть такая частая ошибка, что выкладывают посередине А края нам нужно максимально тоже близко подойти Ну, оставить буквально где-то по полсантиметра Чтобы мы могли как бы залепить их, как конвертик Здесь есть еще один плюс этого блюда, друзья Что его не нужно дальше готовить То есть не печь, не жарить Ничего с ним больше не нужно делать Более того, продукты находятся в таком состоянии Что рулет можно свернуть, положить в морозилку И он у вас там проведет месяц спокойно И вот когда придут такие нежданные гости, как я, например Можно всегда его достать и быстро угостить И вот теперь мы этот пласт превращаем в рулет? Так, вот заворачиваем вот так Поджимаем И получаем вот такой вот рулет Заворачиваем края Так, и делаем вот так вот Все, что теперь осталось сделать, это отправить наш рулет в холодильник Надолго ли? Ну, часа 3-4 Можно попробовать использовать морозилку на часок Но я все-таки рекомендую использовать холодильник, если вы не спешите Я пришел с запасным рулетом для того, чтобы мы долго не ждали А могли сразу все попробовать Прежде чем мы откроем рулет и посмотрим, какой он Я предлагаю выпить по чашечке кофе Угощайтесь, пожалуйста Спасибо Нес-кафе классик Все начинается с Нес-кафе Проще всего использовать кухонные ножницы для того, чтобы снять гипс Как хорошо, что Станислав обратился к нам за советом Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам по адресу Все будет добрая собачка Окр.нет Вот он какой красивый Ну что, теперь нарезать можно? Можно смачивать тоже нож маслом или водой Кстати, вот тут Настя совершает небольшую техническую ошибку Нужно резать одним резом достаточно, чтобы он не развалился А вот пилить его не стоит Или хотя бы двумя Вжик-вжик Да, кстати, пропилить хорошее О, отлично получилось Пожалуй, так удобнее, да Я напомню, как мы его готовили Возьмите вареное свиное сердце, сливочное масло, бульон, твердый сыр, яйца, измельченные грецкие орехи, семечки подсолнуха, чеснок, специи, оливки, белые панировочные сухари, сметану, замоченный желатин Вареное сердце измельчить в блендере вместе с размягченным сливочным маслом, бульоном и замоченным желатином Натереть вареные яйца и твердый сыр Оливки разрезать на две части Смешать измельченные грецкие орехи, семечки, натертый сыр, яйца, чеснок, специи, панировочные сухари и сметану Паштетную массу сердца и сливочного масла разложить на пищевой пленке в форме прямоугольника Сверху выложить оливки, затем начинку и с помощью пищевой пленки свернуть рулет Отправить в холодильник до полного застывания на 3-4 часа Застывший рулет освободить от пленки и нарезать Ответственный момент Ты столько рассказывал нам об этом блюде Очень нежное блюдо, вкусное И ощущается, насколько оно сытное Любопытно, понравится ли благоверному Угощайтесь, пожалуйста, нам очень интересно знать ваше мнение Ну, тебе нравится Приятно удивлен Я очень рада Настенька, ну что, будете готовить такой рулет? Конечно, буду И, наверное, придется оставить в прошлом салатики и каши Вот, вооружиться этим рецептом И пробовать его сделать самостоятельно, уже без вашей помощи Здорово! Недорого, вкусно и мужу нравится О чем еще можно мечтать? Спасибо, Сережа! Замечатель! Привет, Ютуб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе!